Горно-климатические курорты Красной Поляны пользуются у россиян популярностью не только зимой, но и летом. Заполняемость из-за грамотного маркетинга в летние месяцы достигает 82%. А чемпионат мира по футболу показал Сочи привлекателен не только для российских туристов, но и для зарубежных. Например, только из Перу приехало болельщиков столько же, сколько из Германии, несмотря на то, что страна значительно меньше. Чемпионат мира сделал свое дело. Мы видим, что курорты Сочи очень стали востребованы среди иностранцев. И горно-лыжные курорты тоже. Мы увидим это. Я уверен, что это будет показательно говорить о том, что да, действительно, иностранцы поехали на горно-лыжные курорты. Туроператорам и турагентам предлагают ежедневно ознакомиться с возможностями курорта. А их с каждым днем становится больше. Это и новые туристические тропы, и новые оздоровительные программы. Задача связать воедино медицинскую составляющую, а также событийный, культурный, спортивный туризм, чтобы получился единый турпродукт. В ближайшие годы ждут своего развития и морские круизы. Мы предлагали неоднократно нашим коллегам из Болгарии, из Турции продлить этот круизный маршрут, сделать его международным. Ну, надеюсь на то, что, может быть, в ближайшее время нам удастся реализовать эту задачу. Мы готовы. Участникам Конгресса напоминают о продвижении программы «Открытый юг». Это возможность недорогого отдыха от 1300 рублей в сутки с октября по май. Все для того, чтобы турпоток летний не отличался от зимнего. А Сочи готовится к активному зимнему сезону. Власти заверяют, курорт примет 1 миллион 300 тысяч человек. Только на новогодние праздники гордоклиматические курорты ожидают приезда 360 тысяч гостей. Веста в отелях забронированы. Гелена Овсецына, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.